Продолжение следует... 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 недавно переиздано, в общем, его вполне можно достать. Но пока ограничимся, чтобы не углубляться в библиографию. С точки зрения политической ситуации тоже период крайне бурный. Казалось бы, закончилась мировая война, устройство мира послевоенное. Но мы видим здесь и то, что начинается война холодная, которая чуть не переросла, планировалось, что она не будет холодной, а будет горячее, так называемый план Маршалла, из которого вырастает НАТО, и американский план превентивного удара по Советскому Союзу. В общем, интересно, что как сторонники идеи, так и противники, в общем, пришли к примерно одинаковым выводам, о том аналитике, что Советскому Союзу понадобится 20 дней для того, чтобы захватить всю Западную Европу, по 60 суток для того, чтобы с помощью авиации подавить мощь Великобритании, и примерно полгодика, чтобы занять все Средиземноморье. Ну, в общем, посчитали, решили, что слишком долго, но противостояние началось. Это сказывается на внешнеполитической деятельности Советского Союза и на внешнеполитической деятельности Церкви. В этот период государство заинтересовано в том, чтобы использовать Церкви для решения конкретных внешнеполитических задач. Церковь заинтересована в том, чтобы выходить из вынужденной изоляции, восстанавливать традиционные контакты, прежде всего, с поместными церквями. Ну, и вот разного рода обстоятельства. Допустим, конфликт Сталина-Стита, да, разрыв отношений с Югославией, конечно, влияет на отношения русской и сербской церкви. Контакты становятся практически невозможными. Наметившееся к открытию было сербское подворье, подворье сербской церкви в Москве, так и не состоялось. Вот, пожалуйста, конкретное следствие. Ну, послание 1948 года, кстати, о русском зарубежье. Интересно, есть оно у Кострюкова или нет. Интересно, да, об очистительном ядерном огне, который должен уничтожить это государство. Да, вот, ужасное, большевистское. Это послание архиерейского синода РПЦЗ. Знаю, что сейчас не принято как-то говорить, но история, есть история, что было, то было. Это результат холодной войны и конфронтации. Поэтому тут уж, как говорится, деваться некуда. Знакомьтесь, текстом в интернете он представлен. Это новая волна сталинских репрессий, которые не носят массового характера, а весьма избирательны. Это ленинградское дело, это дело врачей, до этого это дело еврейского антифашистского комитета. Избирательные, значит, репрессии, такие точечные против определенного круга. Это ленинградская парторганизация, партийная и советская, которую по наводке Маленкова, значит, Сталин громит. Там не так много жертв по сравнению с прошлыми, не так много смертных приговоров. Там, ну, человек, наверное, не больше ста попало. По этому делу великодержавный шовинизм, герой ленинградской блокады, без преувеличения, можно сказать, Кузнецов, самый популярный в Питере человек того времени, Вознесенский, глава Госплана, очень человек умный, которому Сталин доверял, предстают шовинистами, которые хотят основать компартию РСФСР, то есть российскую компартию ее не было, и столицу РСФСР с министерствами они были перенести в Питер. Ну, и Сталин видит в этом такой сепаратизм и безжалостно расправляется с этой публикой. Ну, про дело врачей очень много говорят, надо только все-таки пояснить, что врач, которую сначала наградили орденом Ленина, потом лишили Лидия Тимошук, она сказала абсолютную правду, товарища Жданова действительно лечили неправильно. Но уже органы сделали вывод и, так сказать, получили признательные показания, что, да, хотели загубить. Ну, на самом деле, а как врач она была абсолютно права. И по, так сказать, положению она абсолютно правильно информировала соответствующий орган. В общем, больше она ничего не делала. Никого она не сдавала, не предавала, она сказала, что человек решили неправильно. Ну, целое дело, оно заглохло сразу после смерти Сталина. Смерть весьма странный. Ближайший круг можно вполне было обвинить в том, что они не оказали вовремя помощи. По крайней мере, не говоря уже о всех остальных вопросах. Начинается новая эпоха после смерти Сталина. Это эпоха коллективного руководства, это ближайшее окружение. Это Маленков, это Булганин, это Хрущев, это Ворошилов, это Каганович, это, конечно, Лаврентий Павлович Берия, имевший репутацию либерала. Он пришел после Ежова в 1938 году, когда партия осудила это отрицательное явление официально, когда был пересмотр дел и обратный поток. Первая Бериевская амнистия заключенных, пересмотры дел, в том числе и дела духовенства. Это еще до войны. Значит, после смерти Сталина значительная амнистия, миллион человек вышел на свободу. Обычно как-то замалчивают, говорят, что появилось много уголовников, выросла преступность. Среди этих людей тоже были духовные лица, которых отпускали на волю в силу возраста, в силу состояния здоровья. Выходили на волю люди, у которых срок не превышал 5 лет. Беременные женщины, женщины с детьми. То есть очень широкий круг лиц вышел на свободу. Берия отменил некоторые стройки социализма, предложил объединить Германию, не создавать социалистического государства в противовес того, что был создан на союзнической оккупационной зоне под именем ФРГ. И Берия же, Берия предложил, но вещи совсем там уже невероятные. Он предложил отменить ГУЛАГ, демонтировать всю эту систему как непродуктивную. И много там еще было всяких предложений. Но, как известно, ничто из этого не осуществилось. Берия был устранен конкурентами по борьбе за власть и опять коллективным руководством. Зачем нам все это нужно? Наследники Сталина, так они себя позиционировали, они продолжают сталинскую политику в отношении церкви. Она, как увидим, не идеальна. Там есть скачки, там есть период более либерального отношения к церкви, более мягкого, более жесткого. Но в целом она остается таковой, каковой она была с 1943 года. Упаси бог нас думать, что вот пришел товарищ Сталин, сразу все стали открывать. У некоторых наших публицистов, восторжных, это звучит, да? Колокола зазвучали, так сказать, крестные ходы, иконы полетели над городами. Нет, все было прозаичней, все было прагматичней. И мы возвращаемся в 1948 год. Сталин сразу же, уже даже на заключительном этапе войны, он заинтересован в восстановлении советского влияния, установлении советского влияния, как традиционного влияния России в Средиземноморье. Средиземноморский проект. Патриарх Алексий, только-только его выбрали, отправляется на Ближний Восток, объезжает все традиционные, так сказать, наши братские поместные церкви, в Святую Землю прибывает, где идут военные действия за создание государства Израиль, ночует в гостинице, под окнами стреляют. Но надо. Надо. И идея другая, идея товарища Сталина собрать в Москве Вселенский собор. Ни много, ни мало. Пригласив всех представителей, предстоятелей поместных церквей и предстоителей древневосточных, как мы их теперь называем, нестариан, монофизитов, которых тут же соединить с православной церковью и создать мощный центр мирового христианства в противовес Ватикану, который товарища Сталина раздражал. Ради этого предполагалось выстроить в Москве новое здание патриархии с храмом, с духовной академией и созданием церковной типографии. Само совещание долго готовили, долго выбирали его формат. И из Вселенского собора пришлось, так сказать, скромно его переименовать в совещание глав и представителей православных поместных церквей. проходило летом 1948 года, с 8 по 18 июля. Обсуждались вопросы экуминизма, обсуждались вопросы отношения к англиканской иерархии и целый ряд вопросов. В общем, были приняты серьезные решения, но собора не получилось. Значит, дело в том, что греческие, представители греческих церквей, они прибыли, как они сказали, только на торжества, посвященные 500-летию автокефалию русской церкви. Но здесь был просчет, конечно, для греков не самый любимый юбилей, 500 лет автокефалии, самостоятельно провозглашенный и с трудом, уже, так сказать, в силу исторических обстоятельств, призванная, бог знает через какое время после фактического установления патриаршества. И вот их зовут, ну что делать, они едут, и потом говорят, а нет, мы ничего обсуждать не будем, мы гости, мы сейчас вот послужим, тут покушаем, попьем и обратно, подарки получим и обратно. Они сорвали это совещание. И это сказалось на положении патриархии. Товарищ Сталин решил, что патриархия не справилась с порученной и возложенной на нее задачей. Не достигли результата, поэтому некоторое охлаждение в отношениях с церквью, не знаю, связаны или не связаны с этим, были вот такие моменты, как ограничение, как раз в 1948 год, Ворошилов говорит товарищу Карпову, помните, кто это такой, Красный оберпрокурор советский, о том, что, говорит, конечно, нам надо контролировать рост церквей, нам надо следить за тем, чтобы влияние церкви не возрастало, но нельзя же отказывать на все просьбы. Кое-что дозировано, кое-что потихонечку будем открывать. На 1948 год в Русской Православной Церкви на 1 января 14 329 храмов, на регистрации 70 архиереев, 13 104 священника, в 1949 году 14 447 храмов. Продолжают передавать святыни, о которых, так сказать, известно, ну и продолжают все-таки какую-то политику более-менее лояльную, хотя уже пик теплых отношений остался позади в 1949 году, как гром среди ясного неба, статья Рябова в газете «Правда», я напомню, что это орган коммунистической партии, которая называется «Саратовская купель». Борис Вик, саратовский архиерей, проводит крестный ход, ход на Иордань, как положено, 19 января 1948 года, на Волге весь город. Представители освод устраивают прорубь, милиция дежурит, представители исполкома, как представители власти присутствуют, весь город здесь, крестный ход, водосвятие, и потом начинается купание в проруби. Вы можете найти в интернете фотографии, которые были квалифицированы как порнографические. Вот этот народный обряд купания, люди, так сказать, на радостях стали выполнять, когда уже духовенство покинуло место освещения воды, нашелся фотограф, который это все щелкал, ну, в общем, какая-то дичь из этого получилась, но выросла вот такая вот папка, толстая. Занималось этим МГБ, Министерство государственной безопасности, занимались партийные органы, многие получили взыскания. Ну, в конце концов, кучилось с тем, что толстую папку передали Сталину, и он положил на ней резолюцию в архив. Все, осталось без последствий. Но патриарх Алексей Первый и Синод Священный принимают решение о том, что не следует совершать никаких действий молитвенных вне ограды храма. До этого были отменены молебны на полях, были отменены крестные ходы из села в село, значит, политика Алексея Первого не раздражать. Это его период, с 1945 по 1970 год, Господь судил ему быть предстоятелем нашей Церкви с полной ответственностью за этот период. Его личность накладывает огромный отпечаток на все то, что происходило в церковной жизни, в церковно-государственных отношениях. Это очень яркая личность, очень своеобразная. У нас есть дневник его очень лаконичный, у нас есть дневник его крестника, будущего протеерея Алексея Остапова, который он ведет с 19 лет, с 1949 года, записывая о дорогом крестном. Мы знаем маленькие детальки, они очень важны для историка, какой он был. Этот аристократ-монах, переживший блокаду вместе со своей паствой. Мы знаем его письма к духовнику Арсению Стадницкому, они опубликованы, как он переживает крушение империи, крушение той системы, того мира ощущения, которыми многие поколения его предков дворянских служили. Он служивый человек. И вдруг полная катастрофа. И как вывод, горе они все синим пламем, снявши голову по волосам, не плачут. Все вот то, что осталось в церкви, это надо беречь и спасать. Его взгляды эволюционируют, он меняется. Огромная ответственность за церковь. Конечно, он сторонник Сергия, митрополита Сергия Строгородского, потом патриарха, ближайший его сотрудник, он единственный кандидат на патриаршество в 45-м году. Равных ему нет, вот это надо понять, чтобы эту личность оценить. Равных нет. Он ценит людей, которые близки ему по воспитанию, по кругу. Таких людей немного. Он предпочитает часто общаться не с архиереями, а с очень узким близким кругом людей, которому принадлежит семья Остаповых. А Остапов – это его бывший коммердинер, который верой и правдой, который потом возглавил хозяйственное управление Московской патриархией, который был самым верным, преданным человеком его семья. Это круг общения, какие-то люди искусства, в частности, Игорь Иванович Грабарь. Это советский граф Игнатьев, генерал-лейтенант, автор книги «50 лет в строю», по сути, военный дипломат. Ну, еще вот какие-то такие люди. Он один всего лишь из двух архиереев, имевших дореволюционную хиротонию. Его лозунг – «Все вокруг пусть меняется, мы остаемся прежними». Но при этом он адаптирует позицию церковную, свою внешнюю, настолько, что он вполне вписывается. Вполне вписывается в новую советскую действительность, понимает. Для него эта система понятна. Ну, вот оберпрокурор. Он, да, с ним надо работать. И он настолько сумел вовлечь его в какие-то неформальные, ну, знаете, суровый человек. В начале своей новой карьеры полковник МГБ. После смерти Сталина у него были неприятности, потому что его хотели выгнать из партии за участие в беззаконных репрессиях, за применение метода воздействия. Человек пытками занимался в 1937-1938 году. Ему дали строгий выговор. Что такое для человека такого поста строгий выговор. И вот, тем не менее, дорогой Георгий Григорьевич, это частное письмо, всегда начинается дорогой. Как ваше здоровье, как супруга, не надо ли никаких лекарств, эта картина украсит ваш кабинет. Ну, а люди, поверхностно воспринимающие историю, в ужасе, с брезгливостью отвернутся, как может он перед сталинским палачом, так? А что он несет тяжелейший крест? Он изо дня в день отвоевывает пять за пятью. Да, лавру передали. Передали, возьмите, вот, пожалуйста, Троито-Успенский собор, вот ракус с мощами преподобного Сергия. И дальше целые перечни объектов, вообще должны были всю лавру собрать. А там хлебозавод, в чертогах дворец культуры и летний театр, пединститут двухгодичный, пекарня, да, хлебозавод, я сказал уже, да, значит, к южной стене примыкает гауптвахта, солдат ходит, значит, с карабином, вышка, фотографии есть в интернете даже, есть фотографии, старый Загорск. И он потихонечку, лавра для него это очень важно. Очень важно. Здесь он начинал свое монашество в стенах духовной академии. Академия важна. И вот он шаг за шагом, дорогой Георгий Григорьевич, бывают иностранцы, огромная лужа, гауптвахта, привозят нетрезвых солдат и офицеров, там пока их утихомирит, звучит такая лексика ужасная, играют на гармошке. А там просто вот городской район, причем не самый благополучный. Вот так вот постепенно, в Никоновском пределе, разбросан цемент какой-то, уже непонятно, что за бесхозяйственность. Как же мы это все покажем иностранцам? Действует сначала Никоновский предел, потом Притеченская церковь, потихонечку Троицкий собор, потихонечку Трапезная церковь, чертоги. В 1948 году Московская духовная академия и семинария въезжают в чертоги. Царские чертоги. Церковь не отдали, другие здания не отдали, но я скажу, что в этот период все то, что обещали сделать, делали, это был своего рода джентльменский договор. Да, надо было просить, надо было торопить, надо было конючить, если хотите, но это было возможно после того, когда вообще ничего было нельзя. И Алексей Первый, он во многом так вот реставрирует вот эти остатки, эти привычные для него формы церковной жизни. Да, вот этот крестный ход, он запретил, чтобы не раздражать, не надо, все, не ходите, не нужно это, это не обязательно по уставу, это вообще странно, почему два дня подряд на крещение освещаются в воду, это какая-то накладка, не надо, только не нарушить отношения, только не нарушить добрые сложившиеся отношения, когда уже человек с ним работает, и он с этим человеком связан, и уже так просто он отмахнуться не может. Да, Карбов называет его Сергей Владимирович, никогда никаких ваших святейшеств, ничего нет, как по паспорту Сергей Владимирович, все, письма пишет такие, но отношения вот уже неформальные. И так вот во всем, потихонечку, конечно, жесткий контроль, там он может письма получить, да, неожиданно, от Карпова, присланные там из Парижа какие-нибудь богословские книжки или что-то, да, вот вам тут письмо пришло, оно сразу шло Карпову, а потом, а какой-то могло не дойти там посылочка или что-то в этом роде, спрашивает, отвечать ли греческой принцессе, ну, вот такого уровня вещи. Об этом можно прочитать, интереснее любого детектива, я вас уверяю, поблекнут все авторы, это двухтомник письма патриарха Алексея Первого Карпову, Карпову-председателю Совета по делам Русской Православной Церкви впоследствии Совету по делам религии. Карпову, значит, там с 45 по 60 год, а какие там примечания? Просто вот читать, не оторваться, вся церковная жизнь воскресает, ну, понятно, что в определенном ракурсе. Значит, после Саратовской купили, ну, больших изменений не происходит, есть аресты среди духовенства, потому что это вообще время такое, а послевоенный период, да, вот, какие-то вещи всплывают наружу, каких-то людей находят, связано это с оккупацией, учится себе мальчишка, уже и не мальчишка, войну прошел, конец войны застал, в семинарии, хочет быть священником, религиозной с детства, да, и вдруг выясняется, что в районной газетке, издававшейся оккупантами, появились его стишки в свое время, а ну-ка, кто это такой, то есть нужно время для того, чтобы раскрутить, найти людей, да, находят действительных военных преступников, полицаев, негодяев, идут процессы, публичные казни, но это несколько раньше, да, и при этом, ну, массу людей отлавливают, кто где, отчасти связаны с этим аресты, никто не гарантирован за лишнее сказанное слово, сказал что-то лишнее на проповеди, раз уже кто-то доложил, а кто-то, может быть, присутствовал, специально обученный, вот такого рода посадки, значит, в этот период владыкам Мануэл Лемешевский в очередной раз садится, архимандрит Вениамин Милов, это Московская духовная академия, инспектор академии, и, ну, вот целый ряд людей, которые получают сроки и выходят на волю либо по Бериевской амнистии в течение, там, ближайших лет, там, с 1953 по 1956, либо после 1956, это перелом, это 20-й съезд партии, это начало оттепели, которое обернулось, это уже расхожее такое, немножко даже навяжшее, да, выражение, что хрущевская оттепель обернулась для русской православной церкви лютыми заморозками. Действительно, наступает, ну, я не знаю, назвать ли это гонением по сравнению с тем, что было, принято говорить хрущевское гонение, это наступление, скорее, такое тотальное наступление на церковь без использования методов прямых репрессий, с использованием административных ресурсов и на полную мощность с использованием пропагандистской машины, очень талантливый. Значит, еще один момент важный, это использование ренегатов, которые публично, скандально отрекаются от САНа. Первая ласточка была летом 54-го года, когда еще у власти стояло коллективное руководство, но не спалось молодым идеологам Ильичев, Михаил Андреевич Суслов, кому-то, может быть, памятный еще по кремлевским трибунам он там присутствовал, суровый такой, сухой, догматик, марксист. Значит, постановление было грозным, вот, знаете, был такой момент, который мне казался очень комическим, но потом я понял, что я не прав. В одном из подразделений Московской Патриархии в начале 80-х входишь на журнальном столике, нет, скажу сначала в углу икона с лампадкой, на журнальном столике подшивка газеты «Известия». Неправда, по-моему, «Известия» — это советская газета, государственная, как бы, партийно уж совсем как-то нехорошо. И меня всегда поражал интерес духовенства, особенно высшего, каким-то постановлением. Думаю, боже, какая же это скука! Какая скука! Эти съезды читали между строк, нет ли чего по нашему адресу. Малейшее колебание политики улавливали, понимали, чем это грозит. И вот июльское постановление говорит об ошибках проведения антирелигиозной пропаганды. С войны ничего не слышно. Так что-то такое, дежурное иногда. 19-й съезд партии ни слова не говорит о борьбе с религией. Когда ВКПБ переименовали в КПСС, когда Сталин демонстративно пригрозил, в общем-то, фактически своим соратникам тем, что он их разгонит, показал тем, что он крайне неудовлетворен, даже юродствовал, говорил, что товарищ Сталин старый, не способен управлять. Вот в этом съезде ни слова нет о борьбе с религией. И здесь вдруг, после смерти вождя, опять всплывает, что надо активизировать, углубить, пойти в атаку, что идейно разоружились и так далее. Шок. И протест. Повсеместный протест духовенства. Некоторые архиереи призывают к исповедничеству. Митрополит Григорий Чуков, большая умница, создатель как раз возрожденной системы духовного образования, выступая перед студентами ленинградских духовных школ, произносит речь по поводу этого постановления. Протесты, недоумения Алексея Первого, договорились же. Каждому своя сфера, у каждого свои задачи, все мы граждане одного, и вдруг какие-то непонятные вещи отменяют постановление в ноябре. Следующее постановление, отменяющее прежнее. Об ошибках, да, вот. Передибы, опять же, не надо. Ну и передышка до 58-го года. На 57-й год в Русской Православной Церкви 13 478 храмов, 12 288 человек духовенства, 70 правящих архиереев, 57 монастырей из китов, 4 661 насельник и насельница, учащихся 1494 человека, из них заочников 400, действует 8 духовных семинарий, 2 духовные академии в Москве и Ленинграде, вот, и семинарии сайта московская, ленинградская, лудская семинария, семинария в Минске, в Жировицах, вот, всего 8, да, семинарий, и все равно не хватает, да, один из вопросов важных, это кадровый вопрос, но здесь власти не очень-то идут навстречу, потому что периодически в зависимости от колебаний линии партии в отношении религии, то препятствие для регистрации, вот мы говорим, духовенство сократилось, как сократилось? Его сняли с регистрации, то есть перед законом это никакое не духовенство, все, если у него нет регистрации, а то полномочного, вот, вот рычаг управления, влияние, да, в любой момент могут снять с регистрации, за то-то, за то-то и за то-то, можно обжаловать, Карпову позвонить, там, поехать к нему на прием, точнее, ну, можно, да, теоретически можно, но вообще вещь такая очень опасная, вот, что значит сокращение, ну, и, конечно, естественная убыль, ну, и вот, допустим, постановление, которое ограничивает регистрацию духовенства, в 1948 год, осужденного по статьям, особенно политическим, ну, потом это снимают ограничения, потому что сидели почти все, сидели почти все, и это был единственный резерв, пока еще молодая смена подрастет, ну, что там это, в 1944 году открывают первую духовную школу, не считая тех, что действовали на оккупированных территориях, это Московская будущая духовная академия, тогда православный богословский институт и пастырско-богословские курсы при нем, помните Сталин спрашивает, а нельзя ли семинарии академии, он привык к этой системе, Сергей говорит, нет у нас, кадров нет, сил нет, давайте мы пока ограничимся, может быть, хорошо, делайте, как знаете, правительство возражать не будет, и в 1946 году, под своими историческими названиями, вновь семинария, академия, в 1948 академия в Лавре, Алексей обещал это в 1945, но не сразу все делается, там масса ведомств, в 1946 там еще госпиталя, война только что кончилась, не говоря уже вот этому новому Камчеге, последние жители, как мне говорили, по документам получается в 60-е годы, они говорят в 70-е еще жили, Локтионов, письмо с фронта, картина, северная стена, Троица-Сергиевая Лавра, территория Московской духовной академии, очень трогательная, теплая картина, читают письмо с фронта, двор нашей академии, слева здание библиотеки, где располагался техникум, а потом он стал институтом, двугодичным учительским, попал, да жили в стене, вот в этих арках, там коридоры какие-то были мрачные, куда-то этих людей надо было девать, но вот он в этом направлении работал, но вернемся, значит, 57-й год все еще действует, по инерции передают церкви, сейчас могу ошибиться, может быть даже в 58-м, кто знает, может мне подскажет, собор Александра Невской Лавры, наконец-то, оттуда все вывозят, все выезжают, это не то система, мы казаков позвали, они как все повыкинули, мы как вошли, ага, переписываются ведомства, советская машина бюрократическая, но я вам скажу быстро, потому что Карпов это катализатор, это одна рука, которая держит и не пущает, другая рука, которая помогает церкви, потому что партия сказала, вот двойственный характер этой странной, страннейшей для советской системы организации, и он торопит, раз там в три дня, вот вет, все сделаем, но не так просто, и вот этот импульс, продолжая действовать, уже в начале наступления на церковь, передает огромный собор в Ленинграде, то есть восторгом, нет пределов, его там люди бросаются восстанавливать, ну а потом вот начинается наступление, как всегда там с газетных публикаций, с постановлений, они все расписаны, есть такая замечательная книга, хронология, выпущенная здесь в Сретенском монастыре, русская православная церковь, 20 век, с выдержками, я просто не буду сейчас на это тратить время, его слишком мало, вы посмотрите, усилить, углубить, надзор за духовенство, краска, что такое хрущевское гонение, это, конечно же, это пропагандистская кампания, еще в 57 году, Евграф Каленевич Дулуман, Дулуман его фамилия настоящая, Дулуман несколько искаженная, бывший преподаватель Саратовской духовной семинарии, помещает аж в самой правде статью, с отречением от Бога, и объяснением, почему он, кандидат богословия, отрекается, не знаю насчет Дулумана, у меня ощущение, что он человек искренний, искренне заблуждающийся, потерпевший вот такой вот душевный кризис, почему, потому что он работает каким-то бригадиром, куда-то он едет в совхоз, что-то вот какая-то такая у него жизнь начинается, но он становится востребованным, когда начинается наступление, и тут же один за другим следует отречение, бывший священник Павел Дарманский, священник Спасский Николай, почтенный пожилой человек, это, ну, уже фигуры такого меньшего масштаба, Алексей Чертков, бывший священник, Московской духовной академии, ренегаты, это Чертков, это игумен Павел Петров, которые через газету, ну, кто-то однократно, кто-то делает это своей профессией, обличают нравы ужасные, и, конечно, самый сильный удар, это, значит, статья, которая появляется в газете «Правда» в 59-м году, 5 декабря, статья Осипова Александра Александровича, бывшего некоторое время даже ректором Ленинградской духовной академии. О нем книга Сергея Львовича Фирсова, Сергей Львович, мастер психологического портрета, он гадает над страницами его дневника. Протеерей, живший за границей, участник русского студенческого христианского движения, он в Эстонии жил, отрекается и говорит, ну, каким-то примитивным языком агитатора какого-то полуграмотного, да, человек утонченный, человек, которого ценили студенты, он библеист был, несколько рационалистически объяснял некоторые моменты, но, тем не менее, да, умный человек, и вдруг удар имени Осипова козыряли еще в 70-е годы, когда уже его в живых не было, и говорит, ну, как же, профессор академии, доктор богословик, как это вот, видишь, видите, как вот это, даже он понял, наконец, пагубность, он книжки пишет, книжки пишет, «Женщина под крестом», «Катехизис беспрекрас», он читает лекции и как-то очень активно утверждается, там что-то он защищать пытается, вот очень скоро он тяжело заболевает, мучительно умирает от рака, но остается, значит, вот атеистом. Ну, здесь, в общем, момент понятный, большинство из этих людей были агентами, агентами, которые на чем-то попались, Осипов, видимо, на каких-то публикациях, которые он в Эстонии довоенной публиковал, антисоветского характера, что-то, может, еще за ним было, ну, вот, жена еще, второй тут момент, очень личный, да, вот как-то в это не принято лезть, но это важно для понимания поступка человека, жена убежала с немцами. Муж ее был признан в Красную Армию, потом оказался, как она считала, красным попом, детишек она забрала и через море, за море в Швецию, и там осталось. Все. Ну, понимаете, ситуация человека, он в сане, жены нет, он, в общем, достаточно молодой, полный сил человек, ну, не старый, по крайней мере, ну, и личная там драма, там, второй брак, долго митрополит Григорий не давал хода его прошения, он честно написал, что у меня вот такая ситуация, тот держал, но умный человек, все, Алексей Первый рассудил мудро, снисходительно, сана не лишать, рясу оставить, служение запретить, сохранить преподавание в Ленинградской Духовной Академии, но тут поступает приказ, видимо, срочно агенту приступить к выполнению задания, и готова статья, и готовы выступления, ну, остальные тоже, там, у Черткова, ну, он может быть жив, даже сейчас я не буду говорить его ситуацию, Игумен Павел Петров, он даже попал в кинохронику о возрождении нашей Академии, там очень забавно написано у отца Алексея Остапова, который с ним учился, говорит, что-то там он чудит, что-то какая-то сестра у него там появилась, что-то он у всех деньги занял и пропал, а потом раз, статья, и человек исчез вообще из истории, о нем ничего не известно, он нигде больше не всплывал, написал одну эту статью, сам ли он ее написал, вряд ли, вот, принимая во внимание, что он был пострижен, рукоположен салибатом в 19 лет от роду, митрополитом Мануилом Ишевским, ситуация, в общем, вполне объяснимая и понятная, но все эти имена использовались, да, что касается наступления, закрытия церквей, ну, как всегда, по необходимости, по просьбе трудящихся, сократилось до 7 тысяч приходов, до 18 монастырей, это вместо 63, монастыри закрывали собственными руками, собственными руками, маленькие монастырьки, в России, это, конечно, Глинская пустынь знаменитая, при Хрущеве была закрыта, в 1963 году закрыли Киево-Печерскую лавру под предлогом реставрации, патриарх Алексей протестовал, он не молчал, ну, смотрите, шаг 5-го, Осипов, значит, выступил в декабре, а 30-го декабря бывших священнослужителей, Осипова, Спасского, Дарманского и прочих извергнуть из сана и лишить всякого общения церковного, вроде бы два наказания за один проступок, нет, потому что своим отречением они сами лишили себя сана, анафема была опубликована в журнале Московской Патриархии, в 60-м году патриарх выступает на конференции советской общественности под названием «За разоружение». Речь, скорее всего, пишет митрополит Николай Ярушевич, еще одна яркая крупная фигура этого периода, речь о исторических заслугах русской церкви. Аплодисменты и потом гневные выкрики. Вы что хотите сказать, что церковь создала русскую культуру, но не понимает общественность патриарха, у нас общественность очень интересна, общественность поднимает на ноги очень такое важное совещание, которое собирает и представителей комсомола, и творческих организаций, проходит в ЦДЛ, в Центральном доме литератора, значит, все на борьбу с религией. Все на борьбу с религией, и как откликнулись-то? Ой, все это можно посмотреть. Я просто вам перечислю, хотел поподробнее рассказать, а в идеале было бы вместе посмотреть, но посмотрите индивидуально, как памятники этого времени. Ну, так вот, наиболее известная, это такая жесть эпохи Хрущева, настоящая жесть тучи над Борском, как злые сектанты, заманив девушке в свои ряды, распяли ее зачем-то, непонятно. Значит, фильм 61-го года, снят на МАС-фильме, режиссер не кто-нибудь, а Василий Ордынский. Играют прекрасные актеры, вы их узнаете. Фильм «Исповедь» 62-й год, тоже там целое созвездие, в частности, играет там, значит, да, самое главное, что консультантом там отреченец Дарманский. Фильм «Исповедь» это киностудия Добженко, показан уродливый, чудовищный, страшный быт, учащихся духовной семинарии. Только любовь помогает спортивной продвинутой девушке вытащить случайно попавшего туда, заплутавшего юношу куда-то к светлой новой жизни. Это просто полный кошмар, единственный искренний человек сумасшедший. Все остальные жулики, люди подверженные разным порокам, посмотрите, не пожалеете, мрак полный. И веселый фильм, который можно смотреть на ночь, это фильм «Конец света». Посмотрите, повеселитесь. Это 62-й год, это студия Горького, детская и юношеская киностудия. Играет Татьяна Пельцер и блестяще играет молодой Станислав Любшин. Играет священника, подкованного, молодого кандидата богословия, который дискутирует с сектантом. Ну, сектант, понятно, подкулачник, бывший, вернувшийся в родное село, пророк, пророчит «Конец света» и у батюшки отбивает паству. И он там аргументирован, хороший был консультант, посмотрите, не пожалейте. Играет прекрасно, очень живой человечек. Ну, тоже, понятно, нельзя его положить. Матушка у него стиляга, ходит в черных очках, в шляпе и в каких-то брюках там. Вот. Развлекаются они тем, что танцуют, по вечерам там какие-то буги-буги. И иногда на лодке отправляются на остров, жгут там костер и коньячок пьют. И потом, значит, он признается герою, которого мы не видим, рассказчику. Там интересный прием такой. Он говорит, но его не видно. Батюшка всю эту историю рассказывает. Говорит, ну вот, говорит, на пять звездочек не хватает, я в другой приход. Ну, милый человек такой. Ну, обязательно, конечно, надо какой-то. Замечательный батюшка. Это не только фильмы, целиком посвященные антирелигиозной тематике. В любой фильм чуть-чуть, потихонечку, вспомните королеву бензоколонки. Батюшка-старовер, два по 100 в одну посуду, к полумерам не привык. Нелогичен этот образ, когда он восклицает «Растрягусь, ей-богу, растрягусь». Он симпатичен вот в том виде, да, в каком он есть. Это нелогично. Кстати, «Конец света» не любили показывать. Он пролежал на полке, потому что он не работал. Не работал. А вот этот набор, там, «Тучи над Борском», реже исповедь, реже. Показывали обычно под ним больших праздников, там, «Чудотворную» тоже реже. Ну, вплоть до там, я не знаю, до начала 80-х периодически. Ну, это уж такая архаика была. Вот. Ну, это такая веселая страничка. Советую прочитать стихотворение Андрея Вознесенского «Загорская лавра». В интернете сразу выскакивают, сопя носами сизами и подоткнувший лясы, кто смотрит телевизоры, кто просто точит лясы. Новое поколение, шестидесятники, свободные от страха, но очень четко все-таки умеющие следить за генеральной линией. Вознесенский жалел, говорят, об этом юношеском стихотворении. Ну, не знаю. Я с ним не встречался, но то, что оно растиражировано. Прочитайте, вот не забудьте. «Таланты молодые». Виктор Петрович Астафьев первую, одну из первых своих повестей посвящает антирелигиозной тематике. Психология задан. Мейнстрим, сейчас бы сказали, раньше грубее говорили. Попал в струю премии, возможностей. Ну, а потом, а что действительно это какие-то непонятные люди? Чего они живут вообще? Зачем все это нужно? Да? Церковь, какие-то сумасшедшие старухи. В жуткий мир попадает герой повести Владимира Тендрякова, Родька. Нормальный советский мальчик, там, который бегает и вдруг находит икону, которая оказалась чудотворной. Во время гонений кто-то спрятал ее. Тендряков не говорит об этом, да? Где-то там он выкопал, и кроме несчастья ничего не принесло. И только суровая учительница, вот мы у таких учились еще сталинского закала, спасает парня от рук жутких изуверов, каких-то там безногих, полупьяных, юродивых, какие-то бабки страшные, которые из него делают благочестивого жуть, вот жесть, это жесть, после туч над Борском самая сильная, но очень советую посмотреть, Тендряков человек не бездарный. Это по его повести поставлен этот фильм и поставлен очень ярко. Везде блестящий ансамбль актеров. Ну, а что касается там, иных мер, да, воздействия, ну, есть тут еще, вот как всегда, ведь что такое, вспомнили о ленинских принципах, да? Хрущев разоблачает культ Сталина, маньяк и убийца, жертвы его, честные коммунисты, больше никто, никто из уст Хрущева не был реабилитирован, вот, никакие там ни меньшевики, ни эсеры, ни тем более попы, хотя, его историческая заслуга, что те, кто выжил, все-таки были выпущены из мест заключения, безусловно, как бы то ни было, из каких бы ни было соображений он это делал, вот, ну, и назад к Ленину, к ленинским принципам отношения к религии, ну, а мы знаем, какие ленинские принципы, они тут вовсю возрождаются, возрождаются вплоть до безбожных карнавалов, но это все уже пожиже, но поощряется бесчинство в храмах на Пасху, это уродливый обычай, который дожил, ну, в общем, до тысячелетия крещения Руси, да, вот, многие люди, даже верующие, ночью на Пасху не ходили, потому что это ходить только расстраиваться, собаки, милиция, которая непонятно, что не пускает или охраняет, в 50-е годы этого нет, это очень важный момент для понимания хрущевской эпохи, заканчивается запас старой России, пусть не религиозных людей, но понимающих, даже религия не играет в их жизни какой-то роли, но они относятся с уважением, понимают, это вот, ну, такие вот последние русские люди в старом понимании, цельные, это те, кто выиграл войну, те, кто ее выставил, пережил, вот этот импульс, он заканчивается, люди в дома, коробочки, за что спасибо Хрущеву, кто это не пережил, переселение из бараков и полуподвалов в роскошные, комфортабельные хрущобы, как их называли, где вода течет не только холодная, но и горячая, тот не поймет, что это такое, спасибо ему, но, кто, кто герои детских сказок, ну, слава богу, читали мне со страшными картинками Билибина, я боялся, бабушка в магазин, я прятал, баба-яга была жуткая, страшная, но все было натурально, а кто были герои, роботы, плюсик-минусик, да, технократия, культ науки, опять, рассчитанный на примитивных людей, наука на все ответит, плюс коммунизм не за горами, Гаргарин в космос летал, бога не видел, фраза Никиты Сергеевича, когда Гагарин погиб, Алексей Первый записывает в дневнике, какая печальная новость, погиб Юрий Алексеевич Гагарин, надо непременно выразить соболезнование его супруге, известно, что Гагарин на кремлевских приемах с 55-го года высшее духовенство на приемах в Кремле, на приемах в иностранных посольствах обязательно, и может неформально обговаривать какие-то вопросы в интернете, уже не Хрущев, конечно, Хрущев бы это не пошел, Леонид Ильич Брежнев, будущий патриарх Алексей, второй, патриарх Пимен и Равин Яков Лейбович Фишман дружно чокаются шампанским за юбилей Октябрьской революции. Можно говорить, можно общаться. Новогодний прием, прием в честь главного государственного праздника 7-го ноября непременно по статусу на этом приеме представителей духовенства с 55-го года. Умер Сталин, хрущевское наступление еще началось, и это все продолжается. Вот странность этой эпохи, это небывалая активность международная московской патриархии при вот таком гонении, когда своими руками приходится закрывать храмы. Одно время Данила Андреевич Астапов, неформальный советник патриарха, говорит, давайте откажемся от международной деятельности в знак протеста. Ну, Алексей Первый мудрей, конечно, невозможно. Он грозит уйти в отставку. Да я уйду в отставку, я не буду ломать вот эту линию политическую церковно-государственных отношений. Ну, что-то удается спасти, что-то невозможно спасти. Архиреев в отчаянии, да, на архиреев что? В принципе-то разделяя власть, то и на архиреев восстают миряне, которые не понимают, как-то архирей приехал, закрыл монастырь, матушку там посадили, куда-то увезли с их скарбом нехитрым 24 часа. Вот что. И еще один момент. А это вмешательство в дела прихода. Значит, при товарище Сталине система понятная. Вот есть командир, есть вертикаль, командир – это настоятель, командир – это благочинный, и то не сильно, и архирей. Ну, и дальше вертикаль. Всем настоятель на приходе распоряжается, он главный человек, таков устав об управлении Русской Православной Церкви 1945 года. Никаких демократий. А здесь говорят, а давайте-ка мы восстановим исполнительный орган двадцатки, что это как-то затерли, что это за господство настоятелей. И уже Синод, понимая, о чем тут пойдет речь, призывает к тому, чтобы настоятели не вмешивались в хозяйственную, финансовую деятельность прихода. На самом деле, возможно, из лучших соображений действовали, потому что нередко и такая сторона теневая церковной жизни была, ее использовали в пропаганде, ссора из-за дележа доходов. Делили, как до революции, братскую кружку. Там вот что, набросали какие-то пожертвования? Вот делили в каких-то долях между собой, всякое было, деньги, вещь такая искусительная, искушающая. Ну, и вот решили перевести на твердые ставки, с чем это связано. Хрущевское время это налоговое бремя невероятное. Налоги на монастыри. Значит, что? Аренда строений. Да? Земельное. Налог очень сильный. Ну, то есть, фактически ставили на грани закрытия экономически. На епархиальные предприятия, что там? Ну, там стоит барабан и свечки крутит. Свечки, понятно, не по цене, далеко не отпускной, во много-много раз. Но за счет этого церковь живет, восстанавливается после войны там, вновь открытые храмы, обкладывают невероятным налогом. У священников налоговое бремя очень сильное. И вот тогда такой был владыка Киприан Зернов, выступает с инициативой, а давайте мы будем платить батюшкам зарплату, и платить меньше придется налогу. Ну, вот она, у него есть конкретная зарплата, как у всех трудящихся. Провели эту реформу, ну, со скрипом, конечно, и вот с тех пор священникам стали платить зарплату, на наш благочестивый народ, который батюшек любит, чтобы поддержать их в трудных момент, начал при всяком удобном случае вот какие-то там даяния и так далее. Их очень трудно обложить налогом, но тогда приходили специально обученные люди и смотрели, сколько записочек подано, сколько, причащалось, сколько человек, почему-то, видимо, они считали, что это за деньги. то есть очень сильно этими налогами давили и действительно было очень тяжело, какие-то даже приходы вынуждены были прекратить свое существование, там, где несколько бабушек ходят. Потом это период, когда, что массовый исход жителей села в город. Некоторые селения объявляются бесперспективными, исчезают, там укрупнения, всякие приходы закрываются, это тоже было. Вот, еще один момент очень страшный, очень страшный, это регистрация. Давайте только я доскажу, в 61-м году вот эта вот реформа приходская, когда настоятель не хозяин, грубо говоря, а наемный работник, получающий зарплату от исполнительного органа, заключающий договор с приходом в лице старосты, нанимателя, и он, как наемный работник, все это выглядело так, значит, все это было проведено в жизнь на Архиерейском соборе в 61-м году. На день преподобного Сергия летний, съехались архиереи, кто съехался, не все же приезжали, послужили, после трапезы отдохнули, а к ним в гостиницу посланная срочно, Святейший Патриарх приглашает Архиерейский собор по-домашнему, на терраске, в патриарших покоях, все приняли, все решили, ну и вот эту реформу провели. Эту реформу провели, Алексей Первый сказал хорошие слова, что даже отстраненные от рычагов управления, говоря современным языком, он немножко не так сказал, батюшка, обладающий, так сказать, авторитетом, так сказать, живущей духовной жизнью, всегда останется авторитетом для своих прихожан, ну в общем, во многих случаях так на самом деле и было, но такая реформа была проведена. И самый подлый момент, это то, что власти, то, что власти ввели регистрацию. Это абсолютно противоречит Конституции. Ну какая может быть регистрация, если у нас даже нельзя было спрашивать, к какому вероисповеданию принадлежит человек, верующий он или не верующий, это в Конституции. Здесь приводят крестить ребенка, значит, первый момент согласия родителей, и отца, и матери, обоих родителей. В некоторых регионах, где рьяные такие особенно были люди, всегда у нас есть такие исполнители, письменное заявление о том, что согласны окрестить своего ребенка. Плюс записываются специальную книгу, у нас нефиксированное членство приходит, что записывать? Кого? Да? Записывают паспортные данные, место работы, кем работают родители. И вы представляете себе, человек, по каким-то причинам он не хочет разглашать сам этот факт, вдруг с удивлением на работе узнает, да Иван Иванович, ну как же так, такой передовой человек, производственник, фронтовик, и вдруг попам, понес, чадо, как это можно? Откуда вы знаете? Все мы знаем. Потому что книжечку берут в исполком, просматривают и заметных людей берут на заметочку. Понятно, что здесь есть момент, где есть определенная логика со стороны представителей власти, даже в такой оголтелой ситуации, потому что, ну, крестят комсомольцы члены партии. Вот тут вопрос, тогда ты, дружок, определись и так далее. Потому что, если это пришел, ну, я не знаю, ну, работник коммунального хозяйства, да, там, или, там, ну, не знаю, токарь, или, ну, то есть человек, как-то не связанный, вот, ни с какой социальной, ну, и что, ну, пришел, да, и пришел, да, и все, да, идите вы куда подальше. А вот уже, если человек занимает какое-то положение, тут уже возникала проблема, и у него невольно возникала, да, какая ловушка интересная. Я иду в церковь, здесь все здорово, красиво, лампадочки, иконочки, свечечки, батюшка, покрестили младенчика, торжество, и вдруг, бац, я на работе получаю. Видите, как подло было сделано? И отменили это только 84-й или 85-й год. Негласно, так же, как и ввели, негласно. Вот, это момент, на который редко обращают внимание, но мне кажется, он очень значимый. Очень неприятный момент. Были ли люди, которые выступали за? Международная общественность была глуха, потому что на Западе господствовали левые взгляды, и все-таки еще продолжали с интересом следить за великим социальным экспериментом, который происходит в СССР. Система-то оказалась жизнеспособной, хотя там уже всякие сведения, доклад Хрущева сыграл свою роль, но все равно интересно, забавно, а чего будет-то? Запад глух. Только в 65-м году первый был какой-то митинг, форум в защиту христиан в Советском Союзе. Наши местные ребята, шестидесятники, заняты другими проблемами. Маленький человечек, человек и система, все остается людям, светлый гуманизм, «Я люблю тебя, жизнь» и так далее. Совершенно другой настрой. Какие-то бабки, какие-то церквушки, какие-то непонятные молодые люди, которые там на этих бабках зарабатывали. Это все вот не то. Вот это вот, это Загорская лавра, вот прочтите, и все будет понятно. Но были люди, которые выступали в защиту храмов, выступали в защиту национального достояния под флагом сохранения культуры. Это как представители старшего поколения, скажем, это писатель Леонов, автор «Русского леса». Это художник Павел Дмитриевич Корин, это Петр Дмитриевич Барановский, патриарх отечественной реставрации, группа его учеников. Это, ну, уже более молодое поколение, это Солоухин писатель, это художник Илья Глазунов, ныне здравствующий. Такие силы были, и они говорили о том, что национальное достояние, что это непонятно, что вот в этой кампании Хрущевская, галтелый, их голоса были не особенно слышны, но они были. Они обозначились, как некая партия, при всех издержках, там, каких-то странностей в их тогдашних взглядах, они четко обозначили свою позицию, что в данном случае они стоят за наследие, ну, которое, в общем, все выросло на православии. Их окритиковали, там, и шпыняли, и так далее. Вот. Поэтому вот мы видим все-таки некоторые силы, которые выступают в защиту. Почему? Кроме того, что, да, Хрущев делает, как Павел I, все наоборот, по сравнению с тем, что делали Екатерины, он также в отношении Сталина ломает какие-то моменты. Значит, можно вот что, ну, конечно, он строит коммунизм, там нет места религии. Но можно же потерпеть, что вдруг такая ненависть-то, да? Как-то само отомрет, одумаются, светлое будущее коммунистическое, само за себя будет уже говорить. Нет. Есть личная неприязнь. Личная неприязнь. И давайте все-таки не будем забывать, что за Никитой Сергеевичем водились троцкистские делишки, шалости. В период дискуссии в партии он склонялся к линии Троцкого. В дом Сталина он попал через его супругу Надежду. И когда Надежда покончила с собой, Сталин привечал его в память о жене. Вот один из секретов. Многое прощал. Многие страшные вещи. Прощал, мне необъяснимо, да? Может, недооценивал его где-то. Ну, как тут Никита и Никита. Эпизод со смертью его первой жены очень интересен. Хрущев хоронит первую супругу. Она рано умерла. Провожает на кладбище, естественно. Вход так устроен. Есть такие кладбища, что надо пройти и гроб пронести через колокольню церкви. Там паперть, да, на колокольне. И вход сразу направо и налево на кладбище. А прямо в храм. Он говорит, слойте, хлопцы, через забор гроб несите. Даже войти не мог. Уже тогда. Такая была неприязнь к церкви. Ну, и вообще, вот вся эта политика, она, конечно, вызывала много очень вопросов. Вот эта оголтелость, которую он проводил. Ну, люди даже далекие от церкви, в общем, задавали вопрос, ну, если Богу нет, что-то так кипятится-то вообще непонятно. Да, с кем вы вообще боретесь-то? Непонятно? Неясно. Даже скептики говорили, ну, объективно, какой-то маразм. Не понятно, зачем это все делается. Но это продолжалось. Продолжалось до тех пор, пока Никита Сергеевича не сняли. В день покрова Пресвятой Богородицы на пленуме вполне официально проголосовавший большинством голосов он был отправлен на пенсию и превратился в пенсионера всесоюзного значения. Дальше последовало, ну, в общем, даже такое некое покаянное заявление, в котором констатировался тот факт, что верующие являются такими же советскими людьми, были пересмотрены дела лиц осужденных, но не по политической статье, привлекали по экономической. Вот тоже интересный момент. Архиереев, которые отстаивали свои епархии, убирали либо руками священноначалия, Гермоген Голубев, знаменитый архиерей, ну, либо сажали. Вот Вениамин Новицкий, отбывший сталинские лагеря, попал, чуть было не попал за колючую проволоку при Хрущеве, был обвинен в незаконной покупке вазеленого масла для лампад. А это был человек, у которого ни одного волосинки, он был абсолютно голый череп, ни бороды, ни зубов, ничего, он прошел лагеря. Об этом пишет владыка Василий Кривошейн в своих воспоминаниях, он с ним разговаривал, и он был настолько вот закрытый человек, он настолько много пережил, и вдруг его, а, мы тебя сейчас опять посадим. А ничего же нельзя купить. Ни досок, ни гвоздя забить без разрешения. Плановая экономика. Обратись в совет, обратись к уполномоченному, он свяжется с соответствующими организациями, а тут где-то масло подвернулось, прикупил, ага, незаконно, сделка незаконна. Чем платил, где квитанция, что, срок? Ну, как-то удалось его отстоять. Владыку Андрея Сухенко-Черниговского ошельмовали в печати, обвинили в гомосексуализме, это было государственным преступлением, ничего близко даже не было, и финансовыми... И он отсидел. Ну, потом вот пересмотрели дело, там все, он вышел. И целая группа людей, верующих, активистов, которые там поднимаются уже на защиту церкви, но это уже отдельный вопрос, потому что в целом дальше все-таки такая она тихая была очень политика, никаких всплесков не было. И, ну, время Леонида Вещая, думаю, очень многие помнят, царство ему небесное. Вот все-таки это была не хрущевская эпоха. Времени мало. Отец Ириней уже нам отпустил сегодня, данное ему властью, время необходимо. Если есть вопросы, давайте быстренько попробуем как-то что-то обсудить. Да, пожалуйста. Вот теперь задавайте вопросы. Я почему-то тороплюсь, потому что времени действительно мало. Да, времени мало. Алексей Константинович, у меня вопрос такого характера. По информации, ну, в том же интернете, о которой вы говорите, 1948 год, город Львов, и греко-католики собираются и говорят, мы переходим к православию. Ну, это кратко, я говорю, у меня такая информация есть. Это 1946 год. 1946, да? Да, Львовский собор 1946 года, да. Да, и вот у меня такой вопрос. Вот перешли, все ли перешли? Ну, не все, конечно. А вам не говорили про Львовский собор? Это такой печальный эпизод, но неоднозначный все-таки, потому что реально среди греко-католиков было движение в сторону православия. Были духовные лица, которые полагали таким образом сохранить греко-католическую церковь в новых условиях, потому что за ними водилось многое. Дивизия СС Галичина, благословленная священноначальнием, украинским Моисеем Андреем Шептицким, о нем почитайте, есть и кадры, кинохроники, а потом его же телеграмма, приветственная, благодарственная товарищу Сталину за освобождение Львова, он успел ее отправить, а потом умер. И они в некотором расстройстве были, чувства советские спецслужбы способствовали созыву этого собора, потому что товарищ Сталин католиков вообще не любил. За их позицию, двойственную, предательскую во время Второй мировой войны, за их неосуждение гитлеризма, за неподдержку стран антигитлеровской коалиции, за крысиную тропу, когда через Ватикан в Латинскую Америку военные преступники, благополучно, крысиная тропа, эсэсовцы, у них там целое поселение, они же потом и чилийскую, и ругвайскую, и аргентинскую армию выдрессировали. Посмотрите кадры времен президента Альенда, помните такого, в нацистских этих, эсэсовских, характерных касках маршируют, в вымуштранные вот этими бывшими эсэсовцами. Товарищ Сталин это простить не мог. Вот, поэтому он и создает противовес. Русский Ватикан в Москве пытается, как центр всемирного христианства, православного христианства. И поэтому он желает срочного. Но в отличие от мудрого Николая Павловича, императора, товарищ Сталин спещит. В 1831 году выбита медаль, отторгнутая насилием, воссоединенной любовью. Была длительная работа, проведена серьезная. А здесь проявили большевистские темпы. Собор прошел без участия епископов, которые были арестованы. Епископы были из греко-католиков, рукоположенных в православной церкви, в архиерейских санах. Было двое. Мельник и Пельветский. Понимаете, тут много всяких, конечно, вопросов. И были люди, не пожелавшие воссоединиться. Были криптоуниаты, которые, говоря по-детски, прикинулись православными. Таковыми были до момента легализации, где-то в 89-м примерно году. Сам Костельник был убит в 48-м году. Вы правильно назвали эту дату. Убит бандеровцем, выпускником Львовской духовной семинарии. Расстрелян на ступеньках Преображенского храма. Сейчас он вновь уняцкий, во Львове. Убит в упор. Ну и там непонятно, разные его трактуют. Потому что некоторые считают, что вообще у него такая была какая-то двойственная политика. Ну вот судьба человека, представьте, один сын у него сидит, один в дивизии СС Галичина, а третий сын у него в Красной Армии. Ну вот. Да, вот он, конечно, очень тяжелая такая ситуация, но он еще до всех этих событий, проживая в Югославии, писал статьи о том, что от Рима надо уходить. Ну не прямо завуалированно, говорил о восточной традиции. То есть это явление неоднозначное, но вот что мог, я рассказал в общих чертах, об этом есть у наших историков, кто занимается новейшим периодом. Спасибо. Пожалуйста, если у вас вопрос, поднимайте руку или передавайте в виде записочки. Добрый вечер, Алексей Константинович. У меня вопрос про митрополита Николая Ярушевича, его личность, его деятельность, был ли он отравлен? Спасибо. Книга Суркова, монография прекрасная о митрополите Николая Ярушевича вышла не так давно, очень интересная, но достаточно откровенная. В общем, в том смысле, что как историк он не обходит какие-то темы из его биографии, в том числе, о чем вы говорите. Очень советую книгу, потрясающе, тоже читается очень легко и хорошо. Там все, вся его жизнь. Тоже одна из ярких, просто времени мало. В этот период его снимают со всех постов. Умело стравливают его с патриархом Алексеем. Ну, человеческой некоторой ревности. Ну, и как в мультфильме он называл тебя так, и так, и сяк, в беседе, он лжет. Алексей искренне возмущен, все это попадает в протокол, это есть, сохранилось. Их стравливали. Ну, и его убирают с поста председателя ОВЦС, назначение новое на кафедру он не принимает, и одну Пасху, собственно, последнюю свою Пасху, он служит дома. Потом из этого дома его выносят, там чуть не через окно, в Боткинскую больницу, там он умирает, дом сносит, это бывшее здание, старое здание патриархии, недалеко от Елуховского, и сносит церковь, где он служил. в 64-м году, кстати, единственный действующий храм, уничтоженный в Москве, храм Петра и Павла, сейчас возрожденный, на Преображенской площади, где служил именно митрополит Николай, московский златоуст. Обманывают людей, говорят, что здесь будет выход из метро, никакого выхода. Взорвали, уничтожили. Да. Здравствуйте, Сергей Константинович, спасибо за очередную лекцию, очень интересно. Хотел бы узнать, вот вы сказали, что действительно у Никиты Сергеевича Хрущева были какие-то личные счеты с церковью православной. Хотелось бы узнать, вот он был связан действительно с троцкизмом, так в начале своей деятельности. Ну, это одна из версий, да? Да, да, да. То есть, хотелось бы узнать, может быть, какие-то есть документы, которые бы подтверждали его какую-то личную заинтересованность, или какие-то личные проблемы, да, связанные вот с... Я не думаю. Вот смотрите, ведь вот этот импульс, да, вот безбожные карнавалы, да, долой-долой монахов, долой-долой попов, залезем мы на небо, разгонимся, богоборчество 20-х годов, оно же для мной... Вот интереснейшее спасибо за вопрос, про Хрущева не отвечу в связи с документами, не знаю, нет таких пока документов опубликованных. Давайте возьмем пример, ведь наверняка многие когда-то в детстве смотрели часто по телевизору спектакль театра Образцова, театр кукол, божественная комедия. Вместо великого произведения Данте там господин... Господи, как он, Исидор, Исидор... Шток или как так... Кто он? Актер театра пролеткульта. Самая крутая троцкистская организация, про троцкистская, пролеткульт, объединение, пролетарская культура, Пушкина с корабля современности, вовремя, в 61-м или 62-м году он этот спектаклик ставит, и потом еще не может остановиться. Потом еще у него иной в ковчег есть телеверсия его, телеспектакль, и уже пишет «Вавилонскую башню», он уже совсем никому не нужен. По рисункам Жанна Эффеля. И критики пишут, а это не антирелигиозно, это юмористическое богословие для неверующих. Кощунственные вещи в театре, куда дети ходят. Он для взрослых, правда, был спектакль, но его крутят по телевидению. Сергей Владимирович Образцов, очень советую его воспоминания прочитать, как он участвует в какой-то 20-е годы безобразной постановке «Пасхальную ночь», уже тогда вот это альтернативное, новое искусство, «Утром приходит, мамочка накрывает стол, кулички, яички, Христос в воскресе, мамочка, воистину, воскресе, Сережа». Вот как понять вот это вот все? И Образцов заказывает эту пьесу антирелигиозную, потому что надо быть на топе, надо быть в мейстриме, в струе. И наш театр замечательный театр, куда детишек всех в Москве, по крайней мере, водили. Ставят эту пьесу. Не знаю, идет она у них до сих пор или нет. Ну, видите, слава богу, традиции не прерываются, значит. Понятно. Юмалистическое богословие для неверующих. Хорошая такая, на мой взгляд, формулировка. Кстати, в этот период Карп это был снят, его заменили Кураедовым, выдвиженцем партийным. Вот. И очень любопытно, что у всех наших красных оберпрокуроров советских очень все съедобные фамилии, но так по нисходящей. Карпов, Кураедов, Харчев и последних христораднов. Так. А? Это отдельно. Он не занимался непосредственным церковью. Алексей Константинович, здравствуйте. Такой вопрос. Слышал такое выражение, что худшее гонение на церковь это отсутствие гонений. Вот согласны ли вы с этим? И как это проявилось вот в эти годы? Нет, я не согласен все-таки, друзья. Это какая-то крайность совершенно, какой-то радикализм. Ну, что значит как-то? Ну, конечно, да, вот какие-то вещи мы забываем, но это отдельный такой разговор, и чтобы его вести, надо быть самим безупречным. Но вот один человек, человек высокой духовной жизни, имевший, как говорили, духовные дары, он скончался, я могу назвать ее имя, Архимандрит Иннокентий Просвернин. Немножко мою такую ретивость юношескую, как-то вот, да, вот, умеряя, он говорил, ну, а что, собственно говоря, ты хочешь? Все, о чем писали Дарманские и Осиповы, имело место быть. Они использовали негативные, теневые стороны церковной жизни. Видимо, таким образом он был сказал, что надо меняться самим, не давая повода ищущим повода. Потому что богатый материал давали некоторые аспекты в церковной жизни. Ну, собственно, как и сейчас. Вопрос в том, как их использовать и как их трактовать. Поступил вопрос по записочке. Каким образом удалось сохранить всю богословскую, православную литературу и возродить все традиции богослужения? Ну, нет, богослужебные традиции, собственно, не прерывались в тех действующих храмах, которые все-таки сохранялись при всех обстоятельствах. Ну, во-вторых, конечно, сохранение не все, потому что исчезли обители, вместе с ними исчезли уставы, исчезли напевы. Вот огромную роль в сохранении какой-то доли этого богатейшего наследия сыграл покойный, царство небесное, архимандрит, профессор нашей академии, отец Матфей Мармыль. Ну, один из тех, кто это собирал, да? Вот, и как раз вот он и учился, и посты принимал в хрущевское время. Вот, занимался этой работой, верил твердо. Вот, но что касается, ну, книг, ну, что-то уничтожили, что-то сохранили. Вот, скажем, библиотека Московской духовной академии, в основе лежит библиотека Ярославской, дореволюционной Ярославской духовной семьи. Собирали, покупали, это еще можно было. Книги эти, такого широкого интереса не вызывали, их можно было покупать, библиотеки комплектовались, так что... Ну, и потом в центральных библиотеках, в фондах многое оставалось. Климентовский храм, Климента Римского, он был, ну, знаете, да, на Ордынке, он до верха был забит книгами славянской печати. Они были не востребованы. Были не востребованы. Там стояли полки, поэтому иконостас сохранился. Просто его сразу превратили в книгохранилище, и вот там ходишь, как по этажам, очень много было книг церковных. Ну, вот что-то передавали, что-то возвращали. А так сразу отдали, потому что не может быть учебное заведение без библиотеки. И вот где-то там в фондах целая библиотека в свое время национализированная Ярославской семинарией, она была передана Троице Сергею Лавру, в смысле, в академию. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела спросить, а вот передача Святой Земли в Израиле тоже была связана вот с гонениями на церковь, или какие-то другие были причины? А, вот эта хрущевская апельсиновая сделка, да. Да, да, решили вот, ну, может, немножко утрируют, что за апельсины, ну, решили сдать. Ведь в 1948 году наше присутствие в Палестине, в Святой Земле, возобновилось, потому что Советский Союз выступил ко-спонсором организации государства Израиля. В общем, многое делалось благодаря советской политике, для того, что там возникло еврейское государство. Ну, и отношения были весьма теплыми. Поначалу. Поэтому, ну, какие-то вещи вот стали возможными. И там же была русская духовная миссия зарубежной церкви действовала. А с 1948-го начинает действовать миссия Московской Патриархии. Вот. Ну, при Хрущеве, да, там часть позиций сдают, продают эти участки. Все это какая-то ужасная история. Это, да, связано, конечно. Это не ценили. Ну, может быть, последний вопрос из присутствующих кто-то рискнет задать? Если нет, то да. У нас фильм еще сегодня, у нас огромная программа, что ли? Хорошо. Я хотел бы благословить, поблагодарить за такое внимание, такое участие и выразить надежду, что интерес к церковной истории все-таки не угаснет в вас. Потому что, ну, у нас есть для этого с вами сейчас все. Чтобы узнать историю новейшего, пью, и это нужно, это здорово, это интересно. Интереснее многого того, что есть в мире всем прелюбодейным и грешным, чем следует заняться, конечно, в первую очередь. Христос воскресе! Христос воскресе! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok